Ничейный результат, но очень яркий матч. Как оцениваешь игру своей команды? Команда выкладывалась по максимуму, все старались и мы, я думаю, заслужили не только ничью, но и победу. Ты сам стал автором одного из мячей. Какие ощущения? Ну уж, тренер отправил на последних минутах, выскочил, смог оторваться от игрока. Получился удачный отскок и я, ну просто, поставил ногу и замкнул. Супер, поздравляю тебя. Спасибо большое, удачи. Ваш комментарий по сегодняшней игре, ничейный результат, могли ли победить? Знаете, как складывался матч, наверное, для нас сегодняшний очко равна в сильном победе, да. Потому что 0-2 проигрывая и в первом тайме не имея вообще никаких моментов, играли, ну, отвратительно. Я футболистам это сказал в перерыве, что с такой игрой они дальше просто расти не будут. Если они будут бояться, если они не будут рисковать, если они будут играть от обороны постоянно, ну, они не будут расти. Вроде как услышали, но Локомотив, поведя 2-0, тоже там, так скажем, наверное, отдал чуть-чуть инициативу. Мы смогли ей воспользоваться. Ну, еще раз говорю, такая вроде, да, игра там, понятное дело, там, первый тайм нас атаковали, да, мы ничего не смогли сделать. Во втором тайме наоборот. Вот, но если у нас не будет стабильности на протяжении всего матча, там тоже тяжело будет. Сегодня это нам благоволило, да, Бог, как говорится, а завтра нет. И здесь мы не можем сетовать только на удачу еще на что-то. Нам нужно каждый ежедневно работать, чтобы у нас была стабильность. Потому что стабильность, признак мастерства, они дальше будут расти. Во втором тайме команда очень сильно добавила. Как вы оцениваете гол голкипера? Я считаю, что команда просто заслужила этот гол, независимо от того, кто забил. Да, голкипер забил или еще кто-то. Потому что мы уже наседали, мы уже были рядом. Как говорится, молодец. Он воспользовался своим шансом. И то, что он первые три тура не играл, он сыграл довольно-таки уверенно в обороне, да, в своей обязанности. Ну и забил гол, помог команде набрать это очко. Поэтому будем смотреть, будем работать дальше. И сейчас говорю, главная задача, мне кажется, этого турнира, это подготовить игроков для профессиональных команд. Они должны здесь, наоборот, показывать свои сильные качества и развивать их. А если они будут работать только ради результата, любой ценой добиваться его, мы не вырастим футболистов никогда. Нам нужно давать возможность им развиваться. Поэтому, я говорю, хорошая игра и локомотив мне очень понравилось. Они играют открыто, они играют в атакующий футбол. Они очень много забили, поэтому мне нравится играть с такими командами, которые играют в открытый футбол. Поэтому сопернику только мои слова благодарности. Ну а с командой я говорю, что молодцы, но нужна стабильность. Хорошо, спасибо большое, удачи вам. Спасибо, все, доброе. Ничейный результат. Как оцениваешь игру своей команды? Ну, конечно, обидно, что мы пропустили в концовке, на самой последней минуте. Первый тайм мы сыграли неплохо, создали достаточно много моментов, забили два гола. Ну, во втором тайме что-то перестало получаться. Попустили победу, пропустили два мяча. Ну, в общем, обидное ничья. Недовольны сегодняшним результатом. Какие установки тренер давал в перерыве? Тренер сказал продолжать играть, постараться забить быстрый гол, но нам не получилось этого сделать. Ну, вообще неудачно сложилось второй тайм. Понятно. Спасибо большое, удачи вам. Спасибо. Ваш комментарий по сегодняшнему матчу. В первом тайме Локомодиф имел явное преимущество. Что помешало взять три очка? Ну, во-первых, наверное, разгильдейство наше. К сожалению, мы не реализовали много моментов в первом тайме. Ну, а во втором тайме также были моменты, когда мы могли забивать и доводить счет до более крупного, играть более спокойно. Вместо этого такая нервная концовка, которая привела к пропущенному мячу. Ну, и, ну, футбольный бог все видит, значит, мы не должны, наверное, играть в обороне так безобразно, как мы делали это сегодня. Это во-первых. А во-вторых, понятно, что команда начала нервничать ближе к концовке игры. И много очень просто играли в длинную передачу, выносили мяч вместо какой-то разумной комбинационной игры. Поэтому считаю, что ничья заслуженная и хочется поздравить Шор с Зенитем, что они на последних минутах так выцарапали эту победу. Не победу, а ничью. Как оцениваете игру 17-го номера вашей команды? Забитый мяч и много ярких моментов. Ну, Антон молодец, он вышел старательно на эту игру. В прошлой игре он получил шанс себя проявить в этой игре. У него было больше игрового времени. Молодец, парень себя проявляет. Хочется, чтобы это была не одна отдельно взятая какая-то игра, а хочется, чтобы это было несколько ярких игр. Тогда можно будет говорить о том, что Антон на верном пути. Спасибо вам большое. Удачи. Спасибо. 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 Спасибо.